Привет, друзья! Мирам на связи! Перед вами седьмой выпуск нашей серии MMM Review, в которой мы рассказываем о молодых группах нашей необъятной родины и об их релизах. И сегодня к нам в руки попал диск питерской группы... О боже, это Blind Guardian? Это Persuader? Это Silverlight, придурки! Да, при прослушивании дебютного одноименного альбома Silverlight невольно вспоминаешь хриповатых метров мировой пауэр-метал сцены. Но обо всем по порядку. Сначала поговорим о коллективе. Группа образовалась в 2009 году усилиями двух гитаристов Максима Поланина и Игоря Родомского. Не на первых порах они вдвоем сочиняли материал, записали сингл с эпишкой. В общем, усердно работали, не жаловались на отсутствие других музыкантов и вполне себе продуктивно играли под метроном. Хороший пример молодым музыкантам. Они на концерты поначалу не разменивались. Понимали, что лучше поработать в студийном режиме, чем играть унылые фесты в мелких клубах. Их первым концертом, после которого они отправились записывать дебютник, был разогрев этих... Как их там? Кьюа! Как ты за***ла? О чем это я? Ах да. После концерта их состав пополнился бас-гитаристам, и они отправились на студию записывать первый альбом. На киевскую Мортон-студио из Питера. Видимо, к выбору места и участвующего персонала ребята подошли основательно. И эта основательность в подходе к музыке отличает наших сегодняшних героев от других молодых представителей отечественного пауэр-метала. Целый пласт исполнителей данного направления на постсовке мечтает издаваться на крупном лейбле и нести свет своих безупречных песен про эльфов в сердца юных падаванов. И тратят все свои силы на подобный левейший пафос. У Silverlight нет пафоса. Есть хороший бэнд-менеджмент, есть старания и есть результат. Дебютный альбом Макроя, наговоря европейского качества, издан на европейском лейбле. Добавил субтитры DimaTorzok Пожалуй, самый выделяющийся момент в Silverlight — это вокал. Ребята поняли, что не только тенором есть место в отечественном пауэре, неплохо может зайти экспрессивный баритон с хрипотцой. К тому же это вызовет выигрышную ассоциацию со всякими кюршами. Да и при правильной подаче с сочными пачками бэков и не наивными текстами такой вокал слушается куда органичнее многих убер-высоких партий. К оформлению дебютника Steel Verlight тоже подошли серьезно. Кавер-арт — дело рук Матиаса Норона, который рисует обложки группам Camelot, Evergray, Interternity. В общем, потратились чуваки. Стильно, неврозко, с текстами, без единорогов и черных магов, что безусловно радует. В музыке Steel Verlight нет каких-то серьезных экспериментов или вкраплений других жанров, однако в рамках выбранного направления они делают все, чтобы разнообразить материал. Чередуют ритмические рисунки в рипах, умело меняют темп внутри композиции, добавляют эпичности за счет хоровых и струнных подкладов. Да, все работает, но есть один маленький нюанс, который, на мой взгляд, создает ощущение затянутости. Я говорю о гитарных соло-партиях. Мы привыкли, что процентов 10-15 в песне в жанре пауэр-метал должны составлять различные соляки, но это не значит, что их надо запихивать в песню просто потому, что надо. Да, большинство соло-партий на альбоме в тему, но иногда проскакивает мысль в стиле «Ну, может, хватит уже пиливого?» И от таких моментов стоит избавляться. Продолжительность альбома — 1 час и 7 минут. Если убрать хотя бы 7 минут необязательных ритрис, то хронометраж все равно останется внушительным, а слушаться будет куда собранней. Ну и моя личная просьба к гитаристам Stilver Light. На втором альбоме отыгрывайте ледовые гитары с кистевым, вибрато, бендами и прочими мелизмами. Это может скрасить даже повторяющиеся партии. Договорились? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И что мы имеем в итоге? Спокойное сердце за будущее отечественного металла и пауэр металла в частности. Stilver Light подают отличный пример целеустремленности, и им за это потихоньку начинает воздаваться. Фанбаза растет, постоянно появляются положительные отзывы слушателей или музыкальных критиков. На мой взгляд, все заслуженно. Ну и будет круто, если вы оставите свой отзыв о группе в комментариях к этому видео. Ребята, они адекватные, я думаю, прислушаются ко всем пожеланиям. А если ты считаешь, что твоя группа не хуже и хочешь попасть с ней в ММО-ревью, пиши нам на почту или в личку, и мы начнем продвигать и ваше творчество в массы. И не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео, поставить лайк и нажать на «Рассказать друзьям», чтобы еще больше людей слушали хорошую музыку. С вами был Миран, до связи! Субтитры создавал DimaTorzok